Ребята, всем привет! Издательство Activision из студии Infinity Ward выпустили королевскую битву Call of Duty Warzone, созданную на базе прошлогодней Modern Warfare. Проект распространяется по условно-бесплатной схеме, поэтому загрузить его могут все желающие пользователи PC, PS4 и Xbox One. А так как игра стала доступна совсем недавно, геймеры сейчас активно изучают ее, стараются найти лучшие места для высадки, тестируют оружие и так далее. Если же погружаться в базовые детали самостоятельно нет желания, то следует прочесть ниже изложенный гайд. В нем редакция Game2D опубликовала всю необходимую информацию для начинающих пользователей в Warzone. Основы. В Королевской битве Warzone проводятся матчи с участием 150 человек. Пользователь заходит в лобби и выбирает режим игры, одиночный, дуэт или команда из трех человек. Сражения отличаются масштабностью, ведь в них участвует гораздо больше бойцов, чем в Fortnite и Apex Legends. При высадке на карту в групповом режиме место приземления выбирает игрок, получивший должность направляющего. Она определяется случайным образом между членами команды. Когда геймер окажется на земле, то должен сосредоточиться и начать следить за окружающей обстановкой. Не нужно подолгу оставаться на открытой местности, лучше сразу бежать в здание и искать экипировку. На первых порах рекомендуется подбирать любое оружие, чтобы иметь возможность вести ответный огонь, если завяжется перестрелка. Пользователям следует выработать свою тактику и наблюдать за постоянно сужающимся кругом. Карта. Глядя на количество игроков, которые участвуют в противостояниях, легко догадаться о размерах карты в Warzone. Пользователи сражаются на локации площадью 9 квадратных километров, и естественно, на ней есть место с большим количеством качественных предметов. Однако новичкам лучше в такие области не приземляться, а иначе можно стать первым убитым бойцом в матче. Не опытным пользователям рекомендуется сторониться точек с высокой активностью, ведь там сражения начинаются уже с первых секунд. Чтобы максимально обезопасить себя, стоит приземляться на карту в числе последних участников сражения и выбирать какую-то уединенную местность. Затем можно спокойно изучить ближайшие строения, найти экипировку и почувствовать уверенность в своих силах. Система оповещений. В любом командном шутуре важно поддерживать связь с союзниками и Call of Duty, Warzone не исключение. Если игрок развлекается с товарищем или в группе из трех человек, то должен пользоваться системой оповещений. Особенно это касается матчей, где вступаешь в команду со случайными геймерами. Здесь сигналы, пришедшие прямиком из Apex Legends, будут попросту незаменимы. С их помощью игрок ставит метки над оружием или другим предметом, который может оказаться полезным для союзников. А двойное нажатие на оповещение отправит команде сообщение, что поблизости находятся враги. Коммуникация значительно повышает шансы на победу, о чем следует помнить новичкам. Здоровье и броня. В Warzone отсутствуют аптечки и прочие средства для восстановления здоровья. Запас жизни в королевской битве регенерируется автоматически, если по игроку не ведется обстрел. Чтобы начался процесс восстановления, достаточно спрятаться за укрытием и подождать несколько секунд. Аналогичная система реализована в многопользовательском режиме Call of Duty Modern Warfare. Пользователи также могут применить предмет Steam Shot, который ускоряет лечение. Но это средство нельзя назвать критически важным для выживания в Warzone. А вот с системой брони все иначе, и за ее количеством необходимо постоянно следить. В королевской битве игроки могут находить специальные пластины брони, каждая из которых дает 50 очков защиты. Пользователям разрешено экипировать до трех таких предметов, а значит максимальное здоровье можно увеличить на 150 единиц. Бойцам рекомендуется максимально часто использовать упомянутые пластины и носить их в инвентаре на случай, если персонаж получит много урона. ГУЛАГ Разработчики из Infinity Ward реализовали в своей королевской битве уникальную механику воскрешения. После первой смерти в матче пользователи отправляются в лагерь ГУЛАГ. Там они соревнуются в поединках один на один. И победитель такого состязания отправляется обратно на поле сражения. Если же проиграть битву, то своими силами вернуться на карту не удастся. Придется ждать, пока товарищи накопят 4,5 тысячи долларов и воспользуются специальной станцией, где можно покупать предметы и заказывать услуги, в том числе воскрешение напарников.